Реальным годом возникновения химического факультета Санкт-Петербургского государственного университета. Конечно, из трех персон, о которых я только что сказал, главным является профессор Менделеев. Это знамя нашего факультета, это знамя нашего университета в целом. Здесь более 30 лет работал Дмитрий Иванович Менделеев, создатель периодического, автор периодического закона и периодической таблицы. Это бюро Менделеева, он часто любил работать стоя. Это докторская диссертация Менделеева. Ее название и тема породила очень смешную, но устойчивую легенду о том, что якобы Менделеев был изобретателем современной 40-градусной русской водки, поскольку диссертация называлась «Рассуждение о соединении спирта с водой». 只有学习才能使人变得聪明. Менделеев将他的勤奋 и聪明才智发挥到了極致. 1860年, Менделеев在为著作《化学原理》一书考虑写作计划的时候, 身为无际化学缺乏系统性而困扰. 于是,他开始搜集每一个已知元素的性质资料和有关数据, 把前人在实践中所获得的成果收集在一起. 于是, Менделеев开始试着排列这些元素. 是,是,是, 《化学原理》一书考虑写作用的 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 И когда он работал над этим учебником, он создал свою знаменитую периодическую систему и открыл периодический закон. Вот здесь вы можете видеть первые наброски Менделеевские будущей системы. Он работал в то время, он любил работать стоя, вот за этой конторкой, он был человеком высокого роста и совершенно спокойно умещался за этой конторкой. Кроме того, надо сказать, что Менделеев работал над периодическим законом в течение почти двух лет. Первый вариант системы был еще очень несовершенный. Вот это рукопись, а это печатный вариант, который он разослал русским и иностранным химикам. Менделеев对每个元素都建立了一张 长方形直板卡片. Es图从杂乱无章的迷宫中 и break фото в 20 clair. várias 2 лет disk correctness к lotных событиях, в 1869年, через 12- событиях 26 класс culture, Менделеевактичесов finally seen 元素周期率. 有人说 Менделеев只是玩玩扑克牌 就得到了这一偉大发现. 但他们却不知道 Менделеев headphones 一直勤奋工作了至少十年 Круг интересов Неделеева был чрезвычайно широк. Вот один из сюжетов. В начале 20 века Дмитрий Иванович решил создать ледокол. То есть он предложил русскому правительству создать ледокол для исследования высоких широт. В России уже был один ледокол, который использовался в промышленных целях. А Менделеев предложил сделать ледокол для научно-исследовательских работ высоких широтов. Потому что надо было осваивать северный путь на Дальний Восток, а оттуда в Китай и в Азию. При этом Менделеев выполнил сам все математические расчеты. Менделеев是一个多才多艺的科学家. Менделеев, который был создавал в Китайском, Продолжение следует... У профессора наследовали от Менделеева высокий профессионализм и, наверное, те направления в науке, химии, которые в свое время предложил Дмитрий Иванович Менделеев. Мы все ученики Менделеева, мы продолжатели его науки. Всякие великие ученые – это образец служения науке и человеческих отношений, поскольку уже давно прошли времена, когда ученый-одиночка мог открыть новую науку или сделать какое-то великое открытие. В науке сейчас крупнейшие достижения, которые осуществляются, они осуществляются в коллективах, у которых, конечно, есть лидер, мы называем руководитель научной школы, но есть и команда, которая с ним работает. Поэтому, очевидно, пример, вот таких лидеров, которые универсанты передают из поколения в поколение, они влияют на формирование современных исследователей. Иванович Менделеев 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 Иванович Менделеев